Всем привет! Сегодняшнее видео посвящено новинке телефона Poco X6 Pro 5G. Это средний бюджетный телефон с флагманской производительностью. С ним можно отлично поиграть в ресурсоемкие игры с хорошими настройками. И так как он приобрел новую операционную систему HyperOS, он начинает приобретать новые функции, возможности и так далее. И в сегодняшнем видео мы о них узнаем. Потому что, как по мне, они нереально классные и полезные. Первая фишка это функция искусственного интеллекта. То есть выделения и распознавания текста. Зайдите в галерею, нажмите любую фоточку, задерживаем и происходит у нас автоматическое выделение. Нажимаем копировать. Заходим, например, в свои системные заметки и вставляем. Видим, что искусственный интеллект удаляет фон. А корректнее эта функция будет работать с последней версией приложения галерея. 3.6.2.3 глобал. Если не пришло у вас обновление на телефон, переходите по ссылке в описании под видео на нашем канале. А на трехэппи вы сможете обновить данное приложение и пользоваться этой функцией. Теперь еще можем текст выделить и добавить в заметки. Вторая интересная функция делаю фото на свой телефон. Нажимаю на редактирование функция AI и пункт художественная трамка. И здесь у нас любые добавляются трамки, благодаря которым снизу пишется телефон, параметры съемки, дата, время и так далее. Также, если у вас нет этой функции, обновляем приложение редактор на нашем телекраме. Также хочу напомнить, если будем задерживать фото и внизу нажмем на пункт творчество, есть новая функция вырезка и искусство. Если не знали, то тоже можно этим пользоваться. Третья функция, которая добавляется, это делаем скриншот, нажимаем на него и сверху нажимаем пункт добавить изображение устройства. Так мы можем делать четкую трампку без скачивания каких-либо приложений. Также обновляйте приложение скриншот. Далее, это классные виджеты. То есть мы можем добавлять погода, часы, безопасность, как это работает. Например, часы. Какие вам больше всего интересные? И добавляем на свой рабочий стол и вот так оно будет выглядеть. Также безопасность. Вот, например, мне нравится здесь, получается, вот, например, мне это нравится. Получается здесь уровень заряда батареи, сколько осталось часов работы и так далее. Если вы подключите беспроводные наушники, он поменяется. То есть будет отдельный индикатор заряда беспроводных наушников и отдельный индикатор заряда самого телефона. Также, если нажать на саму эту кнопку, включается экономия энергии. И не нужно тогда нам заходить вообще в приложение безопасность. Приложение безопасность обновилось. Также обновляйте. Заходим в приложение безопасность, пункт питания, защита батареи. Обновился, как мы видим, интерфейс. Теперь здесь обычная зарядка. Всегда разряжать зарядку до 100%. И у нас здесь появилась оптимизированная зарядка. То есть корректировать зарядку в зависимости от сценария использования. Нажимаем рядом стрелочку. И здесь мы можем включать или выключать функцию защиты во время зарядки ночью. То есть эта функция помогает замедлить износ нашей батареи. Чтобы батарея нашего телефона как можно дольше отработала. Также еще для завершения хочу показать вам интересную фишку. Нажимаем на видео. Сверху стрелку. И функция телесуфлера. Здесь мы печатаем свой текст. Или можем импортировать. Выбирать также мы можем. Трансмер текста. Скорость прокрутки. И так делать запись видео. И у нас телесуфлер работает. Есть и будет еще много нового. Об этом я обязательно вам расскажу. Оставляйте свои комментарии. Как вы относитесь к новым изменениям. Что вас больше всего зацепило. Подписывайтесь на канал. Чтобы не пропускать самое интересное. Всем хорошего дня. Пока-пока.